Вопрос про внутреннюю политику. Я хочу спросить, как Вы относитесь к Алексею Наваловному, его деятельности, и почему Вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную поездку дня, даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога. Пожалуйста. Где вторая петля? Откуда я знаю? Все, где? Паша, хватит! Добрый день, Владимир Владимирович! Скажите нам, пожалуйста, Владимир Владимирович, почему Навальный Вам завидует? Я бы не произносил имя этого, что можно сказать, в прямом эфире. Я бы не хотел комментировать этого уголовника. У нас традиционно, наши местные власти отправляют, у нас есть единственный гайд-парк, он на кладбище. Ну, то есть, если ты повернешься, и в 150 метрах от тебя находится могила, там нет людей, вот, поэтому там негому агитировать. И, ну, там мертвые. Мы решили, что мы туда не ходим, естественно, принципиально. 12 июня мы пошли в центр города, у нас был День города. И у нас шли вот эти празднества, и мы решили, что мы просто придем на концерт, и все. Ну, там, с символикой, с значками или в майках, с футболками. Ну, в общем, я не дошла, потому что меня задержали в коридоре штаба. Подождите. Пойдемте, аккуратненько, аккуратненько. Подождите, вы меня задерживаете? Вас никто не задерживает. Так, господа, меня тут задерживают. Проходите, просто вас не задерживают, вас попросили пройти. Меня попросили пройти, но меня, вот видите, почему-то ведут. Там было больше 50 задержанных. Из-за того, что у нас очень плохая ситуация со СМИ, об этом даже никто почти не узнал. Что случилось? Приходите задерживать. Что случилось? Что нарушил человек? За что вы его задерживаете? Причратили. Пр Dassали полицей. Причратили. Причратили сексуальный. Ур School. Основание. За что мы его задерживали? Основание до задержания, блядь. Что вы! Зачем вы его хватаете, извините, товарищ подполковник? Он не хватал вас, я все снимаю на видео. Да не хватает он вас. Я не хватал вас. Не хватал я вас. Не хватал. Ну смотрите, у нас есть доказательства видео. Все покажет. Он может гулять сейчас, не комендантский час. Ужите ребенка. Вы что, уже детей стали задерживать? Прекратите применять силу, живо! Вы что творите, а? Когда мы подали уведомление на проведение митинга для встречи с Алексеем Навальным, нас тоже отправили на кладбище. Как мы только получили ответы, никто не согласился с этим. Вот у нас есть старонник, у которого есть площадка. Это будет такое закрытое мероприятие, куда мы будем всех желающих пускать по билетам, по бесплатным, естественно. Мы сейчас едем на базу, на нашу, на основную. Когда-то это была самая крупная база в Тамбовской области, универсальная. Здесь все было и продукт питания, сигареты, алкоголь. Два месяца назад мы ее закрыли. Полностью причем. Сейчас там нет ничего, пусто. Вот у нас есть супермаркет, где мы продаем в розницу. Вот там продажи упали где-то процентов, ну так грубо, на 30. Вот за это время, с момента Крыма нашего. Соответственно, предприниматели, которые у нас брали вот эту всю продукцию, они закрываются. Ну и так далее, в общем. Это целую лекцию можно прочесть на эту тему. Когда-то здесь жизнь кипела. Мы распустили всех водителей. Видите, калашный ряд какой выстроился. Все на продажу выставили. Вот, все. Компания, которую я основал, была создана в августе 91-го года. Вот. Я закончил учиться в университете. Бардак, нищета, разруха, гиперинфляция, рэкет, бандитизм. Жуть. Ну, надо было как-то жить. Я работал в одном лице и водителем газона 53-го, и его же механиком, и экспедитором, и грузчиком, и кладовщиком. Все в одном лице, так сказать. А жена мне активно помогала. Вот. Потом начали расширяться. Ну, в общем, классический такой сценарий. У нас холдинг. У нас два торговых центра, которые мы построили. Мы ничего не украли, ничего не приватизировали. Ничего ни у кого не отжали. Вот. Абсолютно чистая история. В тех условиях, которые сейчас созданы в стране, работать честно невозможно. Платя все налоги, значит, обеспечивая белые зарплаты и прочее. Вот. Поэтому, я думаю, что ситуация будет ухудшаться с каждым месяцем. Мы просто падаем в какую-то пропасть. Вот такая площадка у нас будет. Вот здесь будет внизу стоять сцена. Это универсал московский центр города самый. То есть все люди, которые придут навстречу, они легко доберутся до сюда. Владелец помещения. Ну, это такая бабушка, очень такая прожженная, которая получила два года условно за захват этой территории в 90-х. И, в общем, тут... Она согласилась, тем не менее. Она согласилась, да. Она такой коммерсант, предприниматель, для которой все решает только деньги и все. Продолжение следует... Это Марк, он на протяжении всех дней подготовки печатает эти листовки. Да, цепался просто. Спит. Это жесть. Отказалась бабка. Она прислала телеграмму, то, что... В связи с тем, что, ну, вот, я сдала помещение, но везде это позиционируется так... То, что это встреча с кандидатом президентом России, и поэтому она отказывается. Дорогой человек, кто вы? Мы с вами договоры заключили. Кто вы? Меня Олег зовут. Кто вы для меня? Все, пожалуйста. Записывайте, записывайте. Вы же теряете деньги. Выходите. Да мне плевать терять деньги по сравнению с честью. Вот так, когда я увидела всю вашу рекламу, ваше притязание, мне это не нравится. Я вне политики, я не хотела политики. Ну, вы же знали, что это... Ничего я не знала. Вам же рассказали, что это... Что мне сказал? Вы сами сказали, что Путин все равно выиграет. Мне никто никогда ничего на меня повлиять не может, кроме моего личного мнения. А текст письма сами писали? А тебе какое дело? Ну, мне интересно. У меня, может быть, юристы. А вы с какими юристами общались? Ну, ты что? Да тебе какое дело-то? Ну, вы гражданский кодекс читали вообще? У меня у самой высшее образование. А 619-ю статью ГК читали? Да? А ты, может, еще какую-нибудь? Может, 51-ю конституцию себе возьмешь или еще какую-нибудь? Нет, я вам говорю, 619-я статья гражданского кодекса. А ты мне не говори. У тебя еще молоко на... Договор с арендодателями располагается... Пошел ты встречку, да? Пойдемте, пошли. Блядь! Они выложили на официальном сайте администрации то, что они нам согласовали на в парке Южный. Встреча с блогером. А-а-а... Ну, что делаем? Проблема. Не, ну, проблема, но... Детская проблема. Мы не разрешаем. Готовили афиши, кучу листовок раздали, кучу рекламы. Просто думали, что вот уже придет там просто толпа народу на эту встречу. Вот тут вот такое произошло, то, что они взяли и место просто поменяли нам. Короче, этот плакат тебе можно рвать и выгнать. Понимаешь, почему? Почему? Потому что Леша не будет выступать в русском проспекте. А ничего. Ладно, я сейчас не хочу выражаться. Сейчас, три минуты спокойствия, можно, пожалуйста? Ага. Все готовы, да, морально, ко всему, что будет. Ну, это ж прикольно, да, как минимум? Ну, согласитесь, это ж движ, мы ж по-другому не можем, правда? Я без ложной скромности вам говорю, что я купил единственный мегафон в городе. То есть на Авито с рук я урвал мегафон, вот этот аккумулятор в радиотехнике я купил. Ну, скотч его это все приматывается. Так, подожди, подожди, скотч, это не уровень президентской компании. Мне нужно что-то придумать. Я понимаю ощущение Алексея в этот момент. Когда мы ехали сюда из штаба, я созвонилась с поставщиком. Дословно было сказано, что на них оказали давление, они развернулись и не будут с нами работать. То есть они были на полпути сюда. Они не из Тамбова, это был рязанский подрядчик. При том, что у нас стопроцентная предоплата по договору. То есть вы остались без цены, а они попали на деньги? Да, они финансово попали, а мы попали с поисками очередного подрядчика. Я просто посмотрел, кто же заказчик, некая колонна, пятое время, ну, как это так называется. Пятое время года. Пятое время года, да. И первая ссылка в интернете говорит о том, что это господин Навальный, это политика, это митинг. И он планируется, да, сверили все данные. И, конечно же, от меня поступило такое сообщение сотрудникам о том, что, ну, к сожалению, мы придерживаемся аполитичной истории, да. Потому что все интригующие вот эти вот моменты, они нам не нужны. Мы как бы сторонимся их. Почему? Потому что это острые углы. Есть партия «Лидер», есть другие партии, да, и они пытаются каким-то образом свой электорат приобрести. Ну, это же инструмент для приобретения. И, соответственно, для того, чтобы вот эти вот разновысотные истории, эмоциональные, психологические и истории настроений, мы не хотим в них участвовать. Потому что это острое. А когда острое, мы хотим нести хорошее, большое, доброе. Новости такие, что нам перекрыли подъезд с обеих сторон. И мы сейчас думаем, как удобнее организовать подъезд подрядчику, чтобы выгрызнуть. Они объявляли здесь ремонтную работу. И, как видите, активно очень они ведутся. Здравствуйте, а в связи с чем перекрыли дорогу? Здравствуйте, инспектор ДПС Амбольск-Кузьмин. В связи с проведением дорожных работ в обстановлении правительства. Сегодня резко... ...обстановление администрации Тамбовской области. Решили провести тут дорожные работы? Не к нам вопросы. Нам сказали перекрыть, мы перекрываем. Козел Навальный тут просто поэт. Да ладно, ты что, дебил. А вы думаете, это не из-за ремонта храба, да? Ну, какие-то ремонтные работы, вы о чем-нибудь? А из-за чего? Это какой, либерал Навальный тут вот в шесть часов, я не знаю, что ли. Путин начал выстраивать вот так называемую вот эту воровскую вертикаль. Он организовал наше государство по принципе ОПГ. А я в банде никогда не жил и жить не буду. Вот поэтому я и помогаю Алексею Навальному. Считаю, я причем помогаю не конкретно вот Алексею Навальному. На месте Алексея мог быть там Иванов, Петров, Сидоров, да? Я помогаю человеку, который может это изменить. Навальнян занимается своим обычным делом. Да, надувай. Тебя снимают, надувать тебе серьезнее. Да, надувай, сделай серьезное лицо, ты борешься с системой. Надувай, говори, Навальник. Четыре эволюционера. Вы двое на входе, вы двое по краям, да? Два середины. Ты стоишь здесь возле круглой этой башни, чтобы если оттуда кто-то шел. Там еще между башней, кстати, есть узенькие, правда? Ну, сейчас. А тебя как зовут? Серега. Серега тоже, да. Значит, чтобы вот через этот узкий проход там тоже, если видишь, что кто-то дуром туда лезет, ты можешь прохиндейская, такая единороссовская, да? Ну, видно их сразу, прям они жуткие, воры их сразу отлечишь. Прямо раз вот за Химовском, что-то, блядь. Так, а если картина начинается как в Москве, то есть залазят кошмонавты и... Ну, значит, тогда посидим, да. Нет, я просто как бы объясняю, что... Ну, хорошо. Все готовы, если честно? Нет, уже готов. Посмотрим. Вас там не закроют после всяких этих штатов? Ну, ладно, что мы сейчас над тем будем разговаривать? Давайте по факту. Ну, нам не дают разрешения уже нигде вообще. Ну, то есть просто глушняк. И единственный шанс проводить какие-то встречи... На частных территориях. Ну, ты сказать какой. Вот, один нашелся. Ну, дай бог, может быть, плотину-то прорвет. В Иркутске у нас есть человек, который мы на частной территории проводим. Ну, вот сейчас будем бросать ключ, говорить, ну, вот, проводят, там, честно, не случилось, ничего, и... Ну, надеюсь. Я уж ребятам говорю, до сих пор удивляюсь, как меня в 90-х не убили. Ну, тут же жуть у нас что творил. Стамбовская группировка, да? А мы ни под кого не легли. Вот. И тут просто... Я думаю, как же я вот живой-то остался? Ну, раз 90-е прошли, это не очень точно. Да, они ржут, говорят, ну, после 90-х, там, как вот Путин боятся. Правильно, правильно. Ну, а подрядчик отказался, ночью срочно. Вы знаете, наверное. Да нет, конечно, да. Я в ноль часов тут, мы веселились все вместе. Они мне говорят, что будем делать? Надо срочно сварщика вызывать, уголки где-то искать и варить сцену. Я говорю, вы что, с дуба рухнули? Вы, видимо, никогда сварочный держак в руках не держали, девочки? Я говорю, давайте другое решение, техническое. Ну, вот вчера выдумывали в темноте варить сцену. Мы так делали уже. Ну, делали так. Да? Мы в Хабаровске так делали. У нас был урок ОБЖ. Ну, я как-то сидела так, рука у меня так была, и браслет был. Директриса потом пришла с нашим классным руководителем. Сказали собраться и пойти с ними. Мама, по-моему, через 30 минут где-то пришла. Да. И там было уже все так жестко. Это будет бум. Это будет убийство. И, может быть, пострадаешь ты? Это будет все с палками, с металлом и так далее. И с оживлятельными будывками. О чем бы? А? О чем бы? Я в чем бы? Да. Так было в Германии. Там Гитлер пришел к власти, в Германии. Таким образом. С 12 до 16 лет его привели к власти. Так будет и сейчас с вами. Мама, в основном, согласна? Да. Вас будут разгонять дубинками. У вас противоправные действия. Против государства. Нет. Я так не считаю. Ну, ты молодой, что-то не считай. А вещи-то не хватит. Ладно. Я вас предупредила. Я не сообщаю. Я не сообщаю. Это загубишь свою жизнь. А кольюру, что я загубила уже. Потому что сейчас ты поддаешь. ФСП. И визу могут не открыть. И так далее. Ты попала в черный список. Какие ты сделала выводы? Ну. Только честно. Да. Надо подумать. Что все-таки я правильно делаю. Да. И что правильно, что хожу в штаб, на митинги, на все. Да. Ну, ты с мамой была. Я прослушал эту запись. Ну, мама, в принципе, больше соглашалась с руководством школы. Ну, ты что в этот момент ты ощущал, когда ты была одна, по сути, в этот момент? Наверное, что предает. Да. Для меня, конечно, это было обидно, что я уже не авторитет. То есть все-таки те ребята, которые в штабе и... Ну, как бы с кем она общается вот в той сфере, они, получается, сильнее ее переубедили. Или как-то там она прям вот вся там. Вот. И как бы семья уже получается вообще где-то на заднем плане. Политика вообще для нас как-то была в стороне. То есть вот, допустим, вот есть президенты, хорошо. Дела делаются, отлично. Радуешься тому, что есть. Путин хороший президент. Да, Путин хороший президент. А к Навальному как это? А к Навальному я не знаю его. Я знаю его только со слов дочери. Все. Ну, не доверяйте. Нет. Спорите об этом с Алиной? Ну, мы с ней беседуем. Я ей свое, она мне свое. Естественно, мы общий язык не находим. Как-то так. Сейчас на данный момент не хватает на жизнь, потому что зарплата маленькая. Вот. Ну, если не секрет, какая? Ну, десять тысяч. Это вы кем работаете? Ну, минус налоги. Там получается где-то восемь. Это работаю в садике младшим воспитателем. Приедет Навальный в воскресенье. Ты собираешься туда пойти? Угу. И не просто прийти. А что? А как? Ну, возможно, буду помогать с организацией. Шарики запускать будем? Не знаю. Нет? А мне можно к вам приехать? Угу. Посмотреть? Ну, всем можно. Угу. Билеты на наши мероприятия. Существует Алексеем Навальный. Вот они все. Вот они. Стопочка лежат. Изначально тут было два сотрудника ДПС и два сотрудника Центра по противодействию экстремизму. Они вот спешно удаляются, когда видят камеру, которую начинают снимать. Ну, вон, из-за их задержанных. Вон, спиной отворачивает, в шапке синий капюшончик надевает. Ну, можете их поснимать. Да, это абсолютно законно. Снимать можно. Да, блядь, ничего запрещенного. Трибуна, хомуты, металлодетекторы там, не знаю, переноска. Ну, что, изымательный экспертизм? Ну, что за смерть? Здесь будет заявление по 149-й статье Уголовного кодекса на воспрепятствование митингов. Это нехорошо, это уголовная ответственность. Если для полицейского хорошо уголовная ответственность, то я не знаю, как это будет. Я не собираюсь свою фамилию ставить на фоне вот этой вот бумажки, Фиткина грамотка. Понятно, просто по беспределу составили протокол. Сотвердники полиции утверждают, что я сматерился и решили составить протокол об административном правонарушении. Квалифицируют мои действия, как мелкое хулиганство. Русский мать – это жемчужина русского языка. Кто сказал? Оксимирон. Все, понимаете? Оксимирон авторитет для меня? Для меня? Да. Данная площадка для проведения политического мероприятия. Через 7 минут придет Алексей Навальный. Мы ждем нашего друга, правда? Мы ждем Алексея Навального. Ваше выхождение здесь незаконно. Если вы не покинете данное место, вы будете привлечены к административной ответственности. Наши требования – разойтись, покинуть данную площадку. Вы мешаете проходу граждан. Никому не мешаю. Вы создаете помехи. Уважаемые граждане. Друзья, с минуты на минуту Алексей Навальный придет. Привет, это Навальный. У меня модный новый мегакон. А в связи с тем, что собственники помещения, я не знаю, что с ними делали, но они в последний момент нам отказали. Но спасибо родной милиции, спасибо мэрии Калининграда. У нас есть согласованная площадка. Поэтому, ну, хорошая погода ведь, правильно? Да. Покажите мне родной город. Да. Почему нет? А почему нет? Да, Путина убивать надо. Да ты что? Да. Я тебе не путем, ты бы давно погнил по колене, и кто на его убил. Не знаешь, а ты погнил по колене в кантонке. Кантон, скажи кантон. А, вчера был концерт Фараона. Да. На концерте были Фараоны. Ну, не были на концерте, хотели на концерт Фараона зайти. Было очень много молодых там ребят, очень маленьких для нас. Ну, агрессивных молодежи какой-то. Мы решили туда не заходить. Да, не заходили, да? Ну, мы заходили. А, да. Видели, да. Либо могли Фарика дождаться и спорить. Да, она тоже. И меня. Чтобы не только молодой. Алексей, можно вам в руку пожать? Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что приехали, Алексей. Спасибо вам, что пришли. Привет. Нет, он не курит, он здоровый. А еще я смотрела, я так думаю, еще смотрела его инстаграм. Он летает эконом-классом всегда на свои митинги в разных городах. Да, он близок к народу. Просто понимаешь? Пока что. Пока что. Но я надеюсь, он это не растеряет. Если вдруг все получится. Залезай сюда на сцену. Залезай на сцену. Залезай на сцену. Единоросу даем слово? Да. Микрофон даем Единоросу? Да. Давай. Даю на одну минуту. Как можно к этой американской крысе приходить и сюда что-то делать? Это позор России. Его надо вообще депортировать из России в Средназад Америки. Туда, где ему платят. Здесь он нам не нужен. Это позор России. Продажная крыса. Расходите, дядя. Расходите, попросила. Расходите. Скажите, пожалуйста, а можно я задам вам вопрос? Кто вот это собирает? Вы какие деньги отмечаете? У вас все деньги. Еще раз. Смотрим. Ребята, как вас зовут? Меня зовут Марат Зарипович. Марат Зарипович. Покажем, пожалуйста, Марату Зариповичу. Кто присылал деньги на компанию когда-нибудь? Поднимите руки, пожалуйста. Марат Зарипович, посмотрите сюда. Марат Зарипович, вы слышите меня? Нам не нужны американские деньги. Абсолютно нам не нужны. Понимаете? Они похожи на американцев? Они похожи на американцев? На войны. Марат Зарипович, спасибо большое. Все доброе. Спасибо. Спасибо Марату Зариповичу. Вы студенты? Да. А правда, что вам там что-то угрожали, что отчислить? Да, да, да. Было такое? Да. А как это? Мероприятие даже сделали, КВН, чтобы всех туда послали. А вы что, не станете? Ну, а вы не избор. А мы там уже были. Еще один ответ от сборной ТГУ. Давай, задавай вопрос. К вам приехал Владимир Владимирович Пучин. Как на это отреагировать? Будем встречать с чайком и угощениями. Как сегодня, друзья. Ну, конечно, конечно. Чайок угощения. А какая музыка классная, а? А вы там отметились? А там надо было отметиться, да? А если нет, то что? Ну, нам говорили, что отчислить. Могут отчислить. Да, вот просто в прямом тексте. Нам раздавали бумаги, составляли подписываться, что мы не имеем права посещать митинги. И тоже на отчисление. Мы же не пришли. Страшно, не боишься последствия? Это топа. А? Это топа. Запрещай. Привет, Калининград! Привет, ребята! Теперь поднимите руки те, кто слышал мою любимую фразу. Все нормально? Чего они поменяют? Ну, хорошо, ладно. Но ведь эти-то уже наворовали, а новые придут воровать будут. Да. Слышим такое? Да, слышим. Сегодня. Не веря. Это наш главный враг. Вот эта фраза, когда она звучит, рождается в мире кто? Один маленький Владимир Путин. И он чокается шампанским с маленьким Дмитрием Медведевым. И они говорят, Дима, пошли еще один миллиард распилим, потому что они согласны. Они согласны с тем, что ничего нельзя изменить. Что мы живем в неком проклятом месте, где положено жить бедно. Россия для грустных. Говоришь, говоришь, говоришь человеку, он потом говорит, ну, Леш, ну что, это же Россия. Так и есть. Ну, так и есть. Ну, хорошо. А почему? Скажите, почему так и есть? И это Россия, и что? Крепостное право. Крепостное право и так далее. Ну, то есть, менталитет скажет. Или мы привыкли, или там, нация рабов. Или мы привыкли, мы обречены. А почему мы обречены? Мы нормальная нация. Развитая и образованная. И имеющая грандиозные преимущества перед всеми остальными. Потому что у нас здесь куча сырьевых денег. Но только нужно поверить в себя. И именно с этого начнется строительство нашей прекрасной России будущего. Спасибо огромное. Как я и обещал, я готов отвечать на любые вопросы. Поднимаем руку. Да, не-не-не-не-не. Нет, 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 нет. Спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я мама несовершеннолетнего ребенка. Как вы относитесь к тому, что несовершеннолетние дети ходят на митинги? Я горжусь тем, что меня поддерживают школьники и студенты. Я не вижу здесь никакой проблемы. Меня они поддерживают. Кто-то больше, кто-то меньше. Других они, во-первых, не поддерживают. А самое главное, им на них наплевать. Наплевать на всех. Им вообще все равно, что там эти школьники, студенты. Они для них какие-то рабы. Значит, пока у него в армию, в медкомиссию, он должен проходить. Автомат, значит, ему можно стучить. А на митинг идти нельзя. Алексей, Алексей, еще раз. Подойди к маме, вон там, где машут. Потом. Вон. Не хочешь? Не хочу. Самое хорошее, остальные, это разбитое, но это машут. Спасибо большое. Так, давайте подальше. А ты пометишься? Все, давай тогда. Сами в колесо, держай. Может быть, это все важные дела мы сделали, и я могу отдохнуть. Пусть даже принудительный отпуск, но что поделать. Так, Диан, ну ты держись. Да, вы держитесь. Открыть провод на круг. Открыть, подождите, так надо. Присаживай. Вот. Сюда, что ли? В багажник. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok